Романова Светлана 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 У меня стоит молочко, уже греется. Молочко козье, баночка 100 грамм. На моих пятерых детишек как раз то, что нужно. Оно сейчас согреется. У меня сделана вот такая соска. То есть это шприц. Обыкновенный шприц. Вытащила поршень на вот этот край. Намотала фум-ленту. Потому что он тоненький. И с пипетки сняла вот эту резиночку. Эту резиночку одеваем как раз вот на этот носик. Поэтому я сюда фум-ленту намотала, чтобы эта резиночка хорошо держалась. И у нас получается такая конструкция. Немножко я эту резиночку натянула, чтобы она была покороче. Так удобнее кормить. Соответственно, в самой резиночке я сделала дырочку. Там несколько дырочек, чтобы молочко им поступало. Я попробую сейчас установить телефон, чтобы показать, как эти малыши у нас кушают. Детки у меня находятся в импровизированном гнезде. Это такие шерстяные у меня. Разные тряпочки и ветошь. Внизу хэбэшечка мягонькая. Старенький халат. Я все это уложила, чтобы им было мягко лежать. Прежде чем кормить малышей, им обязательно нужно сделать массаж. Сейчас я буду их отсюда по одному брать, делать массаж и перекладывать в таз. Беру крольчонка. Вот такой он маленький, всего лишь с мою ладошку. Вот такая кроха. Нужно сделать так, что здесь у нас ребрышки. Вот ребрышки мы не трогаем. А трогаем только животик. И такими мягкими движениями, шевеля пальчиками, массажируем животик. Вот так аккуратно, аккуратно. Потом переворачиваю малыша. И глажу ему животик с этой стороны. Вот таким образом. Как делает это обычно мама. Ну вот я не мама, но животик надо обязательно помассажировать. Он уже хочет кушать. Они меня уже знают по запаху, определяют, уже знают, что я их буду кормить. Сделав такой массажик животика, я его отправляю в тазик, где он будет бегать. Сейчас к нему всех посажу. Они будут бегать и здесь прогулка у них получится. Следующий. Такой же малыш. Также я ему сейчас помассажирую животик. Поглажу это буквально одним пальчиком. Они такие маленькие, они такие хрупкие. У них еще нет косточек. Они еще все такие вот крошечки. Аккуратненько, аккуратненько гладим животик. Обязательно, чтобы кишки начали работать. И чтобы наши деточки не вздувались. Вот так вот, мама, малыш. Вот у нас уже глазушки открываются. Все, иди тоже гуляй. И так я сделаю со всеми пятью крыльчатами. В мою соску, импровизированную, набираю 20 мл. Чтобы не разлить молоко, пользуюсь другим шприцом. То есть набрала 20 мл и перелила. И чтобы нигде ничего, грязи никакой не было. Нигде ничего, чтобы не проливалось. Итак, беру малыша, первого попавшегося, иди ко мне, мой маленький. Беру салфетку. И так как они кушают на спине, то есть мы его переворачиваем. И ножками они упираются в маму. Значит, ножками куда-то нужно упираться. Поэтому мы их вот таким образом укутываем. Вот так. И салфетка не даст ему намокнуть, если молочко протечет. Вот. И будет куда лапками упираться. Вот так завернула с пеленала малыша. Придерживаю головушку. Тут самое главное, если кто-то будет выкармливать вот здесь заячья губа, внимательно смотрим, чтобы молочко не попало никуда в носик. И когда хватают сильно соску, начинают высасывать молоко быстро, оно тоже очень легко попадает в нос. Вот видите, как хватает. Вот так. Кушаем. Очень жадно. Первые где-то 5 кубиков кушают очень жадно. Поэтому внимательно надо смотреть, чтобы молочко вот так облизнуться. Сил у них еще мало. Они очень маленькие. Сил мало. Поэтому за раз мы все не выпиваем. Даю им отдохнуть. Потом снова чмонькаем. Вот так. Соску дергают, как мамку. И внимательно слежу, чтобы молока много не набиралось в ротик. Как только много набралось, отпускаю, чтобы он проглотил, чтобы, не дай бог, не попало молоко в носоглотку. Потому что иначе захлебываются, а это очень чревато. Это очень опасно. Малыши очень маленькие. Вообще, выкормить малышей вручную на самом деле не так-то просто. Они очень подвержены легко любым микробам, любым заболеваниям. Поэтому надо быть очень-очень-очень осторожным. И желательно, чтобы все было сухо, чисто. Если вдруг где-то здесь попало молочко, значит беру прямо вот салфеточку, которая его укутала. И прямо вот так вот от носика убираю молочко. Он сам облизывается. Они уже молодцы. У меня вот третий день. Я их нянчаю сама. Сегодня 12 уже день. Вот они у меня молодцы. Слава Богу, все живые. И учимся кушать. Вот таким образом. Не сразу мы понимаем молоко козье. Не мамино. Вкус, конечно, другой. Но мы тихонечко, аккуратненько учимся кушать. Вся эта процедура накормить пятерых крольчат на данный момент. Это занимает где-то около часа. Я никуда не тороплюсь. Медленно, но верно учимся кушать. Самое главное, чтобы все пятеро остались живы. Вот мы скормили весь наш запас. У нас появляется вот такой зевотик. Вот такой зевотик у нас появился. Зевотик. Вот. В процессе кормления я даю им отдохнуть. Им где-то надо почесаться, где-то помыться. И вложу в следующую миску. Все. То есть здесь он у меня гуляет уже накормленный. Прежде чем беру следующего, достаю мое молоко из тепленькой водички. Вот оно. Набираю в шприц опять 20 кубиков. Вот. Отмерила. Молочко закрываю. Снова в тепленькую водичку ставлю, чтобы оно не остывало. Потому что кушаем мы долго. И заливаю сюда наше молочко. Все. И наша импровизированная соска готова к кормлению следующего крольчонка. Взяла следующего крольчонка. Также его запеленала. И также сейчас покормим. Ох, как сильно хочется кушать. Зачем так резко-то? Вот. Жадина. О, да вот. Ут, утика. Хорошо-то хочется кушать-то как. Вот, сильно, видать, проголодался. Смотрите-ка, как быстро молочко убывает. Ой, как сильно ребенок проголодался. Ух ты. Без перерыва научился кушать. Смотрите-ка. Ура-ла. Крольчонок кушать научился. Оть. А ты куда пошел гулять? Эй, ты куда? Да, упадешь, стоп. А этот гулять пошел куда-то. Что, осталось что-то без молока? Ай, бедняга. Давай, давай, дай, 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 дай. О, дай, дай свои 20 миллилитров. Вы смотрите, как здорово. Вот видите, когда научился ребятенок, да, всего-то тут какие-то, какая-то минута. И все. 20 миллилитров. И этот пузик у нас уже есть. Иди, иди составляй компанию этому чуду, которое выбегает. Уже выпрыгивать научился. После того, как я всех накормила, я обязательно перетряхиваю все гнездышко. Проверяю, чтобы было все сухо и чисто. Все мокрое убираю. И застелила, опять же, так же хэбэшечку снизу. Это у меня такое высокое ведро пришлось взять, потому что они у меня выбегать начали, выскакивать. Собственно, вы сами видели. Вот, и салфеточку положила, чтобы их горошинки никуда не закатывались, если что. Вот таким образом сухое у нас гнездышко подготовлено. Они у меня уже все сыты, лежат в таком же широком ведре. Они у меня тут бегали, уже все свои дела сделали. Сырость я тоже уже всю убрала. Теперь им остается только спать, поэтому я их аккуратненько переложу вот сюда в импровизированное гнездышко. Вот так. Теперь их задача спать и расти. Вот. Вот. Спать. Теперь поставлю их в теплое место, чтобы им было тепло и они спали с удовольствием. Ну вот и все. На это прощаюсь с вами. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok